Мы знаем, что Бог сказал Аврааму в Бытие 12.3 «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Бог проклянет тех, кто жестоко обращается с Израилем. Они будут прокляты. Относится ли это к Израилю в любые времена? Относится ли это к еврейскому народу сегодня? Прав ли я вообще, когда говорю здесь об Израиле, относится ли это к Аврааму и его семени, что бы это ни значило? Если мы посмотрим в контексте, мы увидим, что это обетование повторяется патриархам. Мы даже видим, что когда Исаак благословляет Иакова, он благословляет его таким же образом. То есть мы с уверенностью можем сказать, что от Авраама к Исааку и к Иакову этот принцип точно применим. Бог благословит тех, кто будет благословлять Авраама и его потомков, Исаака и потомков Исаака, Иакова и потомков Иакова. Мы точно знаем, что это истина. Вопрос в том, насколько далеко это простирается, как долго это применимо. Если мы откроем книгу чисел, мы увидим, что Валаам был нанят Валаком, царем Маава, проклясть Израиль, когда Израиль был в пустыне перед входом в землю обетованную. И Валаам вместо проклятия благословляет, потому что Бог послал его благословлять. И Бог сказал, «Израиль благословлен, ты не проклянешь их». И Валаам, когда он говорит в числах 22-24, повторяет те же самые слова на весь народ Израиля. Израиля, который был в пустыне, Израиля, который переносил наказание, Израиля, который умирал, многие из них умерли в пустыне. Именно на этот народ он провозглашает эти слова. Другими словами, суть в том, что Бог благословляет народ даже в его грехах, со всеми его пороками и недостатками, точно так же, как у Авраама и Исаака Якова были их пороки и недостатки. По сути, эти вещи только усиливали в последующих поколениях. То есть Яков и его потомки, да, они были полны пороков и недостатков. И тем не менее, через Валаама снова силой повторяется, что Бог благословит тех, кто благословляет Израиль, а те, кто проклинают Израиль, будут прокляты. Вы скажете, хорошо, но если мы обратимся к Новому Завету, в Римлянам 9.6 сказано, что не все эти израильтяне. Павел в Римлянам 9.6 делает акцент на том, что есть остаток из еврейских верующих, остаток внутри Израиля, и Израиль внутри Израиля. И он говорит это именно в таком контексте. Но он продолжает, и дальше в главах 9.10.11 он говорит об Израиле как народе в целом, как народе в целом, как народе в целом. И сказано абсолютно ясно в Римлянам 11.28.29, что даже несмотря на то, что евреи, Израиль как народ, в данный момент этот народ является врагами для Евангелия, они все равно остаются любимы Богом из-за патриархов, потому что дары и призвания Божьи не приложены. Поэтому я говорю, да, это применимо сегодня. И я видел сверхъестественные свидетельства церквей и отдельных людей, которые почувствовали призвание идентифицировать себя с Израилем и благословлять Израиль. Это не значит, что все, что делает Израиль правильно, не значит, что вы не можете говорить правильно об Израиле, не значит, что вы против палестинцев. Но это значит, что вы признаете, что Израиль был избран Богом, что даже в грехе и непослушании Божья любовь все равно как на еврейском народе, что Он тот, кто рассеял Израиль, и Он тот, кто соберет нас. И вы признаете, что Божья рука действует, и вы не восстаете против Израиля. И я вижу сверхъестественные подтверждения этого в течение очень многих лет, в течение десятилетий, поразительные свидетельства сверхъестественных благословений. И Дерек Принц, который уже с Господа много лет, но он был великим учителем Библии, который на половину своего времени провел, живя в Израиле. Он сказал, что он был там. Он был там в конце Второй мировой войны. Он был там во время рождения государства Израиль. Когда-то говорили, что солнце не зайдет над Британской империей, над Великобританией. Он сказал, что видел это собственными глазами. Если вернуться на несколько десятилетий назад, когда Великобритания изменила свою политику по отношению к Израилю и еврейскому народу, и, как многие сказали бы, предала еврейский народ и даже не позволила евреям, бежавшим от нацистской Германии, попасть на территорию Палестины, он сказал, что с того времени Великобритания была в серьезном упадке. Это то, о чем стоит задуматься.